28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Дата касается почти всех жителей земли. Кто-то уже работает, а кому-то только предстоит выбрать профессию. Но всех работников объединяет одно желание – трудиться в безопасных условиях. Однако несчастные случаи происходят. В минувшем году на предприятиях области их было зафиксировано 449. 14 человек погибли при исполнении трудовых обязанностей. Причины получения травм, в том числе несовместимых с жизнью, разные. Основная проблема по производственному травматизму – это несоблюдение принятых условий труда. Две здесь можно разделить составляющие. Первое – это работодатели не всегда создают безопасные условия труда. А второе – мы с вами, как работники, иногда не задумываются о безопасности труда, потому что не соблюдаем те требования, которые устанавливаны законодательством. Не все несчастные случаи признаются страховыми. Специальная комиссия решает, получил ли человек травму при исполнении служебных обязанностей или в нерабочее время. Гарантом оказания помощи со стороны Фонда социального медицинского страхования является наличие трудового договора. В таком случае работник не останется без средств на лечение. Чаще всего производственные травмы получают люди предпенсионного возраста. Большому риску подвергаются специалисты строительных транспортных компаний. И не только. Есть такая небольшая категория, которая очень дает большую статистику. Судебные признаны, почтальоны. Не хочу сказать, но у них очень большое получение травм на производстве. Это гололедица. Люди ходят по домам, падают. И, к сожалению, еще есть такая у нас статистика – это укусы собак. Задача Фонда социального медицинского страхования – сделать так, чтобы человек вернулся к трудовой деятельности. По сравнению с 2002 годом в нашем регионе количество несчастных случаев сократилось в три раза. Чиновники уверены, что положительная динамика сохранится. Для этого приложены все усилия на федеральном и региональном уровнях.